Доброго дня, уважаемые зрители! Меня зовут Валерия Ледянкина, я автор аудио-подкаста «Просто о личной финансовой грамотности». Сегодня мы хотим затронуть одну из самых интересных тем нашей современности и поговорить о финансовой грамотности, и попытаемся понять перспективы развития экономики в дальнейшем. Сейчас у меня в гостях ведущий эксперт в области экономики, кандидат экономических наук, руководитель проекта «Финансовая грамотность» Елена Витальевна Клецова. Здравствуйте, Елена! Добрый день! Как ваше настроение? Все отлично! Соглашусь с вами, отличный солнечный день сегодня, это отличный старт для того, чтобы построить планы на ближайшую неделю и не упустить возможность пустить экспресс-курс просто о личной финансовой грамотности, которая пройдет 28 апреля в Доброцентре на Фрунзе 53. Елена Витальевна, расскажите, пожалуйста, почему вы начали заниматься финансовой грамотностью, что вас привлекло в этой сфере? Мой путь к финансовой грамотности, начался довольно необычно. Это был 2013 год, время, год, наверное, когда я искала тему интересную для научной деятельности. Дело в том, что в 2009 году я защитила кандидатскую диссертацию по экономике, в промышленности, получается, эта тема, она никак не была связана с финансовой грамотностью, и после, спустя пару лет, я начала искать свой новый научный интерес, хотелось что-то новое изучить, и на тот момент наткнулась на тему финансовой грамотности. Получилось так, что на тот момент, 2013 год, в России об этом мало говорили. Эта тема была практически неизвестна, были пару статей, которые меня заинтересовали в гугле, то, что он мне на тот момент выдал. Не было у нас на тот момент стратегии развития финансовой грамотности, повышения финансовой грамотности населения. И, в общем, я выбрала эту тему, написала примерно план кандидатской, то есть докторской работы, и получилось так, что начала собирать материал интересный по этой теме. Получение материала привело меня к тому, что к тому моменту в университете был конкурс. Конкурс на стажировку по программе Erasmus, это программа обмена, европейская программа. И я подала просто эту заявку. Это был изначально 2012 год, была страна Португалия, но на тот момент почему-то не заинтересовала эта тема комиссию отборочную, и я не прошла. Ну, как-то вот немножко интерес начал, ну, немного, наверное, меньше. Ну, а в 2013, когда этот грант повторился, я подала заявку снова, и получилось, что прошла. На этот раз страна была Греция, и выиграв грант по постдокторской программе, я уехала в Грецию на полгода. И в рамках финграмотности получается, что изучала зарубежный опыт, европейский опыт повышения финграмотности населения, и параллельно ввела дисциплину для студентов основы финансов. Вот такой вот опыт случился. Потом уже позже, когда эта тема стала более популярна, была принята стратегия развития финансовой грамотности, повышения. Тогда уже в 2018 году финансовый университет при правительстве России организовал повышение квалификации по направлению финансовый консультант. И вот тогда началась уже такая широкая интересная работа. Мы с коллегами стали финансовыми консультантами и начали проводить первые пилотные бесплатные мероприятия. Оказалось, что людям это очень интересно, получили хороший отклик. И уже начиная с 2018-19 на постоянной основе проводим различные мероприятия. Ну а позже вот у нас образовался проект соответствующий. В 2020 году, во время пандемии, я работала с Национальным центром финансовой грамотности. Мы обучали коллективы, трудовые коллективы финансовой грамотности. Ну вот в частности, у меня есть опыт взаимодействия с нашими крупными компаниями города. Это компания Дубльгиз, компания Центр финансовых технологий. С коллективом этих компаний я работала. И оказалось, что вот в части Центра финансовых технологий это люди, разработчики программного обеспечения в финансовой сфере. Они и так довольно высокий уровень финансовой грамотности имеют. Казалось бы, что же я нового могу им рассказать? А оказалось, что это получилась такая коллаборация обмена опыта, когда люди, уже имея определенный опыт, где-то инвестирование, где-то получение кредитов. Они задавали уже практические вопросы, которые, в свою очередь, уже даже меня развивали и давали возможность расти в этом направлении. 28 числа научной встречи экспресс-курса. Вы поделитесь основами финансовой грамотности. Можем ли мы сейчас приоткрыть занавес проекта и узнать, какие темы будут затронуты на проекте? Да, конечно. Я призываю всех принять участие, потому что, немного приоткрывая занавес, скажу о том, что все участники мероприятия пройдут диагностику финансового здоровья. То есть они с помощью соответствующих вопросов смогут определить свой уровень финансового здоровья на текущий момент. То есть понять, что значит финансовое здоровье. Мы можем провести аналогию с, наверное, колесом жизненного баланса, где мы понимаем, что вот в сфере здоровья, в сфере, например, дружбы или еще какой-то другой сферы у нас есть такой дисбаланс. То же самое мы можем перенести на сферу финансов. А как мы сберегаем? А как мы управляем личным бюджетом? А насколько кредиты, которые у нас имеются, они катастрофичны ли они для нашего бюджета? А что можно сделать для того, чтобы эту кредитную нагрузку уменьшить? То есть своего рода мы проведем, ну, такой вот, наверное, анализ здоровья с выдачей результатов для того, чтобы потом можно было осознать, где есть недочеты, недостатки, над чем можно поработать, чтобы достичь финансового благополучия. Насколько я знаю, у вас уже есть существующий проект, который вы создали на базе Новосибирского государственного университета экономики и управления. В связи с этим у меня есть вопрос. Что вас подвигло на решение создать проект? Или, возможно, это было предложение развития молодежи в сфере экономики, проявленное со стороны университета? Да, здесь хотелось бы отметить, что у нас в университете есть проект «Финансовая грамотность», где в рамках проекта мы проводим различные просветительские мероприятия для населения всех возрастных групп, начиная от дошкольников в детских садах, школьников, взрослого населения и даже пенсионеров. Вот в прошлом году, в 2022-м, мы впервые организовали Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности для пенсионеров. И, к нашему удивлению, он вызвал такой вот интерес среди граждан старшего возраста, что люди с большим удовольствием пришли к нам. А в целом, кроме проекта в университете, у нас еще есть и кампусный курс. Почему было принято решение о создании и проекта, и кампусного курса? Дело в том, что университет у нас выполняет три миссии. Третья миссия – это как раз помимо образования, помимо науки, мы организуем, реализуем просветительскую миссию. И в рамках просвещения наши эксперты делятся своим собственным опытом, выступают экспертами в СМИ. И мы реализуем через эту третью миссию как раз-таки проект и кампусный курс. Вот о кампусном курсе буквально пару слов хотела бы сказать. С 2021 года у нас в университете принято решение запустить дисциплину основы финансовой грамотности для первокурсников всех специальностей. То есть вне зависимости от специальности, поступая на первый курс в наш университет, все студенты изучают эту дисциплину. И это уже вот спустя два года, как мы реализовали это решение, мы видим, насколько появился интерес у молодых людей, с каким интересом они ведут бюджет свой, анализируют доходы, расходы, задают себе вопросы о том, как же оптимизировать расходы, что же сейчас уже можно сделать для того, чтобы повысить доходы, и как выйти на тот уровень финансового благосостояния. И здесь даже хотелось бы, наверное, привести одно из наших достижений. Вот уже второй раз, буквально вот через пару дней, 24 числа, мы со студенткой на базе высшего образования летим в Москву. Мы прошли в финал международной научно-практической конференции Finathlon Forum и заявились с темой движения FIRE, возможности создания пассивного дохода для молодежи, что достаточно такая тема малоизвестная. И в этой теме, в этой работе студентка у меня просчитала, сколько же ей нужно накапливать сейчас, чтобы к 35 годам, спустя 17 лет, а ей сейчас 18, накопить капитал, который позволял бы ей покрывать часть расходов. То есть не полностью создать, потому что сейчас, так как стабильных доходов у нее нет, она студентка, об этом пока не говорим. Но, тем не менее, уже, можно сказать, мозг работает в другом направлении. А как создать дополнительные источники? А как я вот к 35 годам создам этот капитал и буду иметь пассивный доход? Очень интересно. В любом случае, я думаю, что все желающие 28 апреля, у них будет возможность погрузиться в атмосферу развития и познания своего финансового дохода. А мы давайте поговорим о бюджете. Зачем ввести бюджет, планировать доходы и расходы? Введение бюджета, планирование доходов и расходов – это основа, это база. Если говорить, наверное, о нашем финансовом достатке, о благосостоянии, то оно держится на трех основных навыках. Это заработать, сохранить и приумножить. То есть это можно сравнить его, наверное, даже с таким вот стулом, у которого три ножки. Вот если одно из этих ножек, один из этих навыков мы уберем, то, соответственно, баланса не будет, у нас все разрушится. Важно уметь зарабатывать, при этом сохранять часть, не все деньги тратить, чтобы у нас доходы превышали расходы. И оставшийся резерв уже направляет на соответствующие цели для того, чтобы эти деньги приумножать. Поэтому введение бюджета – это самая-самая база. Если мы с вами этот бюджет не ведем и не понимаем, каковы у нас расходы, сколько нам необходимо для того, чтобы обеспечить свои базовые потребности, сколько у нас денег остается, либо не остается, да, от этого очень многое строится после, да, это целая система управления финансами. Поэтому введение бюджета – это основа основ, без него никак. Так как мы затронули тему расходов, я думаю, со мной многие согласятся, что с наступлением праздников мы тратим огромные деньги на подарки. В связи с этим хочется задать вопрос, как и сколько тратить денег на праздники, так, чтобы не страдал семейный бюджет? Здесь есть статистика. Согласно статистике, мы тратим до 200% расходов, то есть мы переплачиваем за подарки накануне праздников, которые мы приобретаем. Накануне Нового года, предположим, да, или прямо 31 декабря, или 8 марта, когда покупаем цветы, да, в день и так далее, да. То есть почему мы это делаем? Потому что мы не планируем бюджет. А если бы мы его планировали, у нас была бы статья подарки, которая была бы не так значима, не так сказывалась бы на наших расходах. Ведь люди часто для того, чтобы приобрести подарки, даже кредиты берут. Это тоже такая практика, поэтому основа в бюджете. Одна из тем, которую вы затронули 28 числа, это почему мы совершаем спонтанные покупки, и можно ли от них отказаться. Буквально вчера даже я задалась вопросом, почему происходят спонтанные покупки вещей, которые не предполагают собой особую важность. Как вы можете прокомментировать момент того, что мы совершаем спонтанные покупки, которые на самом деле были не особо важны для нас? Здесь есть целый ряд причин. И здесь для себя нужно понять, по какой причине мы эти покупки совершаем. Это может быть настроение, например. Вот как у нас в городе солнечных дней бывает. Мало? Серость? Вышел на улицу? Опять снег? Сколько можно? Пойду я посижу где-нибудь в ресторане. Или пойду кофе выпью хотя бы, порадую себя. Это настроение. С другой стороны, причинами могут быть, например, желание повысить самооценку. Почему вот все-таки со студентами мы тоже этот вопрос задаем? Я спрашиваю, почему люди покупают айфон именно 14-го выпуска? А разве нельзя купить айфон, например, я не знаю, 10-й, 11-й? Насколько хуже он будет? Что, чем технически тот же 14-й отличается от марки другой, любой? Чем? Статусность. Показать, наверное, добиться какого-то особого отношения в обществе. Показать значимость. Таким образом, тут вот много разных причин может быть. Могут быть еще уловки маркетологов, на которые мы тоже попадаемся. Это вот красные цены, это черная пятница, и все, и понеслась. А вот когда мы введем бюджет, опять возвращаемся к бюджету. Мы понимаем, сколько в месяц мы можем тратить, в зависимости от своего уровня заработка. Исходя из затрат своих, мы понимаем, что мы приобрести можем, от чего нужно отказаться, например, сейчас. И если перед нами стоит какая-то более крупная финансовая цель, например, накопить деньги, кто-то на машину копит, кто-то на первоначальный взнос на ипотеку, например, жилье хочет купить, молодежь часто хочет отделиться, уехать от родителей, например. Насколько эта цель важна? То есть, если сопоставить, что вот куплю я сейчас новый айфон, потрачу все свои деньги, либо я эти деньги куплю какую-то более дешевую марку телефона, а большая часть средств у меня пойдет на накопление машины, например. То есть, здесь тоже. А вот говоря о спонтанных покупках, какая возрастная категория людей больше всего совершает спонтанных покупок и почему? Честно говоря, такой статистики не видела. Но вот из собственного опыта, из опыта проведения мероприятий по финансовой грамотности, причем здесь опыт есть взаимодействия с молодежью, с нашими студентами, есть опыт проведения мероприятий для взрослого населения, для пенсионеров. Я так понимаю, здесь больше важен не возраст, а уровень, наверное, знаний. То есть, насколько человек финансово грамотнее, настолько он осознаннее, настолько он ведет бюджет, он понимает, какие у него финансовые цели. Причем эти цели он ставит не на год, как вот тоже по статистике у нас в основном, россияне не ставят долгосрочных целей. То есть, горизонт планирования в лучшем случае год-два и все. А никто не думает и не планирует, что будет лет через 10. Как реализовать эту финансовую цель? Как начать инвестировать? Вот части инвестиционной грамотности у нас пока, мы только к этому идем. Это у нас популяризируется, это становится модным, интересным. Но, опять же, с учетом последних событий, с кризисом, с санкциями, которые против России введены, это немного вызывает опасения. Поэтому, кто у нас больше подвержен эмоциональным покупкам? Возможно, где-то это молодежь, потому что пока еще нет собственной семьи, нет понимания вот этого груза ответственности, да, ответственности не только за себя, а, например, за ребенка, да, за супругу, супруга. Скорее всего, так. Но это исправимо со временем, если интересоваться, да, если расти в этом направлении. Все это приобретаемо и достаточно хорошо можно это реализовать. Хотелось бы затронуть еще один вопрос в оптимизации своего бюджета. Это трата на продукты питания. По вашему мнению, мы слишком много тратим на еду или нет? Ведь трата на продукты питания входит в одну из главных категорий трат. Да, соглашусь. Если, опять же, привести данные по расходам среднестатистического россиянина, то затраты на продукты, они часто превышают 40, а иногда даже и 50 процентов расходов бюджета. Поэтому, как оптимизировать? Да, опять же, есть определенные советы, хитрости, небольшие уловки. Как тратить меньше, но при этом не ухудшать свой уровень жизни. Это не значит жить хуже. Жить на том же уровне, но тратить меньше. При этом нам могут быть полезны ряд инструментов. Например, пользоваться кэшбэком, возвращать часть потраченных средств. Программами лояльности магазинов. Например, опять же, бывают часто какие-то акции, где в одном магазине можно купить один товар дешевле, в другом магазине другой. Но, опять же, нам сейчас значительно упрощает покупки, наличие приложений соответствующих, которые мониторят, где в каком магазине есть скидки. Ну и, конечно, мы тоже, бывают такие моменты, когда покупаем лишние продукты, которые вовремя не употребляем, срок годности истекает, и мы выбрасываем. Хотелось бы поговорить об одной из самых важных тем для большинства людей, в принципе, во всем мире. Это ипотека и кредиты. Для многих это страшные слова, особенно для молодежи, которые в большинстве своем не совсем имеют должного представления в этой сфере. Хотелось бы у вас, как у эксперта, узнать, стоит ли брать ипотеку и другие кредиты. Кредиты можно условно поделить на дешевые и дорогие. Вот здесь важно понимать и просчитать, главное. Благо для этого сейчас тоже есть все инструменты. Есть соответствующие калькуляторы ипотеки, например. Если мы говорим о разных видах кредита, то ипотеку можно отнести к условно дешевым кредитам, потому что это кредит зачастую на 20-30 лет. Ставка у него, конечно, меньше, чем, например, у потребительского кредита. Но по ипотеке в среднем сейчас сколько? Где-то 5% льготные ставки. Есть 7, где-то 8%. Сейчас идет повышение ставок. Если же мы сравниваем с потребительским кредитом, там, конечно, 20-30 и больше может быть. Поэтому ипотеку стоит брать, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что особенно для молодого человека, для молодой семьи, накопить деньги не всегда является возможным. Появляются дети, расходы растут. Поэтому здесь важно понимать, как не переплатить. Поэтому сейчас государство создает ряд условий, например, для молодых семей. Использовать в покупке жилья можно материнский капитал, предположим. И здесь также важно просчитывать возможности досрочного погашения. Даже лишнее, внесенное 1000 поверх, 1000 рублей поверх основного платежа, предположим, у нас платеж 25-30 тысяч рублей. Если мы тратим, то есть вносим на погашение кредита не 30 положенных, а 31 тысячу, даже вот эта вот 1000, она на протяжении 30 лет сокращает проценты. Это тоже нужно знать и просчитывать заранее, для того чтобы... Опять же, это финансовая грамотность. Обладая знаниями по финансовой грамотности, можно меньше платить по кредитам. То есть, например, используя такой инструмент, как рефинансирование. В ипотечном кредите рефинансирование позволяет снизить ставку и тем самым сократить срок, сократить платеж, возможно. Вот в последнее время, в 2020-м, в период пандемии, россияне массово воспользовались этой возможностью. То есть, это были заемщики, которые взяли ипотеку в период, когда ставки были высокими, где-то до, там, начиная с 2010-го по 2017-2018 годы, когда, в общем-то, шел рост экономики и кредиты были дороже. А в 2020-м, когда появилась возможность снизить ставку, многие этим воспользовались и тем самым сократили для себя переплату. Я часто общаюсь с предпринимателями, и они говорят о том, что свой бизнес лучше начинать с накоплений, но не занимать деньги, не брать на открытие своего дела денежные средства в банке. И так как многие мечтают открыть свой бизнес, свое дело, но из-за нехватки средств сдаются, я думаю, отличный вопрос, как стать миллионером, не зарабатывая миллионы? Есть ли стратегия того, как увеличить свои накопления? Хороший вопрос. Я думаю, его часто задают и задумываются над этим многие. Это, по сути, вопрос, как быстро заработать много, особо ничего не делая. Но хочется сказать, нет такого средства, чтобы заработать быстро и сразу. Если мы говорим о финансовом благополучии, достатке, особенно для семьи, это должна быть четко выстроенная, надежная система личных финансов. Если говорить о домике, представим себе дом, как мы можем дом построить? Мы начнем изначально с фундамента. Фундамент – это основа. Вот в этом фундаменте это у нас будут избавления от кредитов, причем дорогих кредитов. Здесь мы больше об ипотеке как бы и не говорим. Учет доходов-расходов – это ведение бюджета. Наличие подушки безопасности, то есть хотя бы на 3-6 месяцев необходимая сумма, которая могла бы покрыть непредвиденные затраты. Далее, поднимаясь уже на более высокий такой уровень, это наличие страховки, страхования жизни и здоровья. Если мы говорим о подушке безопасности, то она дает возможность покрыть какие-то непредвиденные небольшие расходы. Предположим, попали в ДТП, 2-3 месяца не сможем работать. Чтобы у нас был какой-то источник дохода, средства были, мы используем подушку безопасности. А если мы говорим о больших рисках, например, получил инвалидность, умер кормилец семьи, вот как быть в таком случае в семье? Вот здесь обязательно иметь страхование жизни и здоровья. Причем такую страховку, которая бы покрывала как минимум 3 годовых расхода семьи. И вот только имея вот это, можно уже говорить о пассивном доходе, о формировании финансовых целей, то есть о накоплении на какие-то крупные покупки. Когда у нас это есть, вот тогда мы уже можем говорить об инвестировании в фондовый рынок, в недвижимость и бизнесом заняться. Вот здесь появляется бизнес, когда этим заняться уже не страшно, потому что ты знаешь, что у тебя подушка безопасности есть, ты застрахован. Если что, семья сможет прожить. И уж потом, когда вот это все создано, это у нас фундамент, это наши стены дома, мы начинаем говорить о крыше. Это вот криптовалюты, спекуляции какие-то, где быстро продал, купил, может быть в плюс попало, может быть все деньги потерял. Когда есть основа, и не страшно что-то потерять. Вот тогда да, а в любом другом случае это несет большой риск. Хорошо, но если у человека небольшая зарплата, примерно, ну допустим, 23 тысячи рублей в месяц, и при этом ему еще нужно создавать подушку безопасности, реально ли в таком случае создать финансовую безопасность для себя, как подушка безопасности? Обязательно нужно, вне зависимости от дохода, пусть даже это будет 23 тысячи. Здесь мы говорим о создании подушки безопасности и откладываем на ее создание хотя бы 10%. Но если 10% не получается, 2000 отложить, пусть это будет 500 рублей. Но далее нужно задать себе вопрос, как долго мы будем оставаться на уровне дохода в 23 тысячи. Может быть уже есть необходимость получить какие-то дополнительные знания, повысить квалификацию, начать зарабатывать больше. Раз мы заговорили о зарплатах, то хотела поинтересоваться у вас, как у эксперта. Недавно наткнулась на интересную новость на просторах интернета, которую активно обсуждают в обществе. Цитирую. В правительстве признали, что женщины зарабатывают меньше мужчин. Возможно ли это исправить? Вопрос о разнице в зарплатах. Как вы считаете, возможно женщине зарабатывать ту же сумму, которую получает мужчина, работая на одной и той же должности, в равных условиях? Интересная, конечно, статистика. Если применительно к России рассмотреть и посмотреть доход наших женщин, то в большинстве, по моему мнению, как я это вижу, мне кажется, что большинство российских женщин занято в сфере образования, это школы, университеты, дошкольные учреждения, это здравоохранение, это врачи. Здесь мы не можем себе представить, например, воспитателя в дошкольной организации мужчину. Мужчины не идут на эти должности работать. А если это социально значимые сферы, то они у нас изначально не так высоко оплачиваются. Я думаю, поэтому большая доля, если в целом по статистике смотреть, она складывается за счет того, что женщины заняты в этих отраслях. Но в целом повысить уровень дохода, я думаю, можно, например, развиваясь в том же бизнесе, повышая уровень квалификации. Сейчас интернет дает очень много возможностей. То есть было бы желание, а возможности найдутся всегда. И мы как раз ведь этим же и заняты, повышением уровня финграмотности. Да, на самом-то деле вы правы. И как раз хотела у вас в завершении нашего подкаста, надеюсь, мы можем рассказать нашим слушателям, что может дать им экспресс-курс просто о личной финансовой грамотности. Почему им стоит посетить этот курс? Что он даст? Во-первых, мы определимся, найдем нашу точку А. В какой точке А мы сейчас находимся, да? Мы сможем оценить те сферы, над которыми стоит работать. И понять, насколько сейчас, исходя из тех доходов, из тех возможностей, которые на сегодня есть, что можно уже сделать сейчас для того, чтобы продвинуться дальше. Но увидев результат через какое-то определенное время, я думаю, многие увидев, оценив этот результат, получив стимул, они захотят развиваться дальше. Строить вот эту вот свою систему надежных личных финансов, строить свой домик безопасности в будущем. А я в свою очередь хочу вам напомнить, что экспресс-курс просто о личной финансовой грамотности пройдет уже 28 апреля в Доброцентре на Фрунзе 53. Не упустите шанс узнать, как улучшить свою финансовую жизнь. Спасибо большое за уделенное нам время, полезные ответы на мои вопросы. Дорогие друзья, у нас в гостях была обворожительная и прекрасная Елена Витальевна Клецова и я, Лидянкина Валерия. Следите за новыми выпусками подкастов, переходите в наши социальные сети. Ждем всех 28 апреля. До встречи!